Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Может ли муж запретить жене заниматься каким-то небиблейским или просто ненужным занятием? Отношения мужа и жен достаточно ясно представлены нам в Священном Писании. Библия говорит об этом с разных сторон. И здесь, конечно, для каждого мужа и каждой жены есть большое поле, где они могут почерпнуть истину, которая нужна для них, для того, чтобы правильно сформировать свои взаимоотношения. Вопрос, который представлен, достаточно интересен. Он связан с тем, что многие мужья и многие жены, к большому сожалению, не совсем понимают сущности того, каким образом Библия представляет их взаимоотношения. В послании апостола Петра, в первом послании апостола Петра, в третьей главе, мы видим место, которое, казалось бы, говорит о подобных вещах. С первого стиха здесь сказано, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Многие мужья, к большому сожалению, воспринимают это место Писания как то, что регулирует их деятельность. Но если мы посмотрим внимательно, мы обнаруживаем, что это сказано совершенно не мужьям. Здесь говорится к женам. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Здесь есть еще одна очень важная деталь. Слово «повинуйтесь» в оригинале, в греческом оригинале, оно стоит в среднем залоге. Это значит, что исполнить это повеление может только сама жена и только по своей собственной инициативе. Ее невозможно заставить это сделать. То есть Бог говорит жене. Средний залог – это значит, что объект оказывает действие на самого себя. То есть он говорит, что жена сама добровольно должна повиноваться мужу. Это ее общее отношение к мужу. Оно поможет, это отношение поможет мужу становиться лучше, приходить к Богу, жить точнее в соответствии с Божьим словом и так далее. Так вот, некоторые воспринимают вот это слово, некоторые мужья, к большому сожалению, как обязанность жены выполнять каждую прихоть мужа. В действительности это не так. Библия говорит о том, что муж – глава жены. В первом послании к Коринфянам мы читаем в 11 главе, в самом начале этой главы мы читаем очень ясное выражение, где апостол Павел, объясняя то, как устроены взаимоотношения мужа и жены в раке, он говорит следующее с третьего стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». То есть ясно скажут, что муж – глава жены. Некоторые люди, к большому сожалению, воспринимают слово «глава» неправильно. Они воспринимают его больше как «главарь». То есть тот, кто в действительности дает команды, которые нужно выполнять. Быть главой – намного более сложное явление. Для того, чтобы муж мог быть главой, для этого ему нужно заработать авторитет. Ему действительно нужно жить так, чтобы его главой был Христос. Здесь сказано «всякому мужу глава Христос». Настолько, насколько муж покоряется Христу, настолько он приобретет способность вести за собой. В пятой главе «Посланники Фесянам» сказано еще более подробно об ответственности мужа. Здесь говорится следующее. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть сказано о том, что муж любит жену, должен любить свою жену жертвенной любовью. Такой любовью, как Христос возлюбил церковь. Это не значит, что он должен быть подкаблучником. Что жена управляет и делает все то, что она считает нужным. Совершенно нет. Речь идет о том, что муж, познавая Христа, имеет на себе ответственность повести к Иисусу Христу всю свою семью, включая жену, конечно, прежде всего, и потом детей. Это, как я уже сказал, более сложное явление. Для этого нужно иметь внутренний процесс духовной жизни. Для этого нужно познавать Господа. Для этого нужно наполнять сердце Его любовью. Для этого нужно тонко и чутко знать сознание жены, знать ее внутренний мир, знать, чем она живет. Для этого нужно и приобрести навыки того, чтобы каким образом помогать жене правильно развиваться. Помогать ей выбирать лучше. Вообще слово «заставлять» очень не подходит к взаимоотношениям любви. Слово «заставлять» предполагает какое-то внешнее насильственное воздействие. Брак же предполагает любовь, мир, долготерпение, способность убеждать, способность показать правильный путь, способность повести этим путем. Поэтому я советовал бы этим людям, которые задают такой вопрос, посмотреть на свою жизнь, посмотреть на семью именно глазами Писания, а не глазами человеческих попыток перетягивать одеяло на себя для того, чтобы добиться своих каких-то преимуществ, которые позволили бы вам управлять жизнью другого. Дай Господь вам мудрость во всем этом очень сложном деле. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.